всем привет друзья привет народ сегодня у нас будет с вами не простой ролик для меня для съемки именно мы будем сегодня с вами менять вентилятор на этой абсолютно новой камере вот такой но кто ну я распаковочку на него показывал теперь его надо водрузить в этот корпус обратили внимание теперь у меня камера в сборе с контейнером для фильтра кого корректором проставка и колец как раз вмещается вот так вот надо просто здесь будет вырезать в поролоне для нее место но и даже так она очень плотненько тут находится и никуда не девается для тех кто впервые на моем канале я вас во первых приветствую во вторых объясню что это за помещение но что завсегда то и знают как она даже создавалась и если отмотать самый-самое начало создания канала или почти в самое то тут я даже со шпателем в руках привожу в порядок эти стены все прочее это обычный сарай но он имеет множество названий лаборатория нестандартных решений фотоберлога краевка это бывает просто творческая лаборатория ну в общем астрахата назовите это как хотите то есть это мое пространство в котором я делаю все что хочу и все что даже не могу все равно делаю от управления астрофотографии до создания каких-то шалости на фотографическую тему классическую фотографию я имею ввиду так что вот приблизительно это мой мир мой дом 2 я здесь иногда живу дольше чем в квартире единственное что здесь я никогда не сплю окей да но мы начнем не просто с замены вентилятора вы же понимаете что у нас не все так просто в этой жизни а мы ее для начала подключим с вами почему слава что непростая будет съемка потому что я хочу замерить вибрацию на том вентиляторе который здесь находится по умолчанию вот приложение такое скачал типа виброметр виброметр каких-то попугаях он что-то померит нам потом поменяем вентилятор и еще раз померяем ну вот на это то что его показывал на ног то но основная причина по которой это делаю и почему я потратил лишних 19 долларов 60 центов для приобретения вот этого малыша размером 40 на 40 это то что на форуме на клауди night где имею честь состоять с недавних пор именно благодаря ветки рисунком и в основном этот контент сперни причина создания этого контента стала именно просьба одного из товарищей на клауди night night которые проживают в арабских эмиратах чтобы заснять поэтапно замену этого вентилятора хотя есть там же в этой ветке достаточно подробный мануал в картинках ну будет теперь видео и на русском языке да так вот основная причина это то что на этом форуме не многие но достаточное количество людей буквально через некоторое количество съемок сессий астросъемок начинали поднимать вопрос о том что вентилятор стал шуметь вентилятор стал там гудеть вибрировать и так далее это не часто но тем не менее попадается и поэтому я решил не испытывать судьбу а сразу поменять на фирменную вещь которая гарантированно будут работать более ста тысяч часов там ресурс написано на таком малыше да мы за кроме вибрации еще померяем просто микрофончиком шум и потом может быть вставим в конце как работает тот и другой именно вентилятор ну вот теперь уже точно я приступаю ставлю вот нечто непонятное на корпус камеры вот этот шнурок что идет от микрофона конечно он будет болтаться и немножко привносить свои участами а потом сделаем привносить свои изменения но я попробую минимизировать их так мешает но меньше сейчас развернем чуть-чуть о так вы видите но он лежит на боку 0304 пока вообще камера сейчас не включена вентилятор не жужжит запускаем не ну так не на нам говорит описание толп так нам да 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 загрузить профиль не знаю какой там профиль ладно фиг с ним так у нас появилось название толп так тут правда оском стоит и я подозреваю что давайте не оском а просто вот чистый толп так возьмем здесь у нас температура сенсора график в графике отражается зелененькая желтенькая ничего потому что питание не включена здесь есть так называемая скорость вентилятора эти все цифры мы сейчас разбирать с вами не будем это не наша сейчас тема если я включаю один практически не слышно но заработал вентилятор только и здесь индикация зажгла сейчас покажу но система эта моргающая лампочка сись что он включить подключен фан вот крайне огонечек так здесь мы с вами можем точно так же его и выключить поставив на 0 вне не вот 0 означает выключенный фан то есть по сути мы можем с вами не включая охлаждение камеры включать отдельно вентилятор для этому мы это его значит сейчас выключим для начала здесь посмотрим наши цифры сейчас он успокоится потому что тут я все масал руками от стола руки уберу и буду стоять ровненько не дышать на столе на полу на столе я могу все 0405 какие-то там попугаи теперь мы включаем наш вентилятор единичку поставили вентилятор включился и что и ничего сейчас руки у меня вот это график руки были были руки и от того что работает вентилятор как вы видите практически ничего не меняется то есть по умолчанию здесь стоит хороший вентилятор но я сказал что я все равно его сейчас поменяю чтобы он хорошим остался на дольше то есть практически 030405 теперь давайте послушаем запишем звук вентилятор это уберем положим вентилятор сюда сейчас уберу руки все свои ну и поставил к решетке в эти же места потом положим микрофон который будет другого вентилятора все переходим теперь к замене вентилятора наша задача открутить их 4 винта с задней стороны камеры по идее да они будут достаточно длинные с характерным звуком срыва который присущ изделием с завода все мечтаю купить себе нормальные отвертки шестигранные каждый раз прохожу вижу их и каждый раз говорю а потом сколько там я ремонтирую нисколько ну как правило после этого всегда приходит какая-нибудь работа и опять вспоминая об отвертках написал сегодня письмо в the uptech первая попытка была неудачной потому что the uptech за забанила то есть письмо написал более короткое задавал вопрос по поводу длинные видите какие длинные при длине задавал вопрос по поводу вот этого фланца чтобы они меня четко объяснили для чего они это сделали какую цель преследовали но пока ничего так собственно вся камера это отставляем стороночку вот камера рассматривайте те кто никогда не видел камер внутри радиатор полуэллиптический с двух сторон виде бочка бочонок бочкообразный такой ну и наш вентилятор маленький черненький сейчас покажем его как-то вот так надеюсь вам видно вот этот вот штекер на него многие жалуются не только авто аптеке но и даже более именитых типа китайских брендах его поменять можно если что вот он выпаивается раз два три 4 5 6 теперь наша задача добраться до вентилятора с минимальными потерями хотелось бы это штекер вентилятора он 2 пиновый сбоку находится его желательно конечно же сразу отсоединить по идее он тут без всяких защелок так есть теперь дальше задача такая задача 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 такая что а вот по идее это две платы или защелки хотелось бы знать с двух сторон не знаю но они похожи нет это как коннекторы это значит по идее идее по идее по идее надо раскрутить еще раз винтик 2 винтик 3 винтик 4 винтик шлейф 5 который непосредственно в саму ходит часть где матрица и это пойдет наверх и это пойдет наверх и у нас будет доступ к вентилятору иначе тут будет неудобно здесь тоже прижим защелка вот он и нижняя часть по идее тоже выйдет он собрана исключительно на коннекторах а вот жду еще есть вот здесь но здесь не не шлейф здесь просто по идее тоже коннектор который тоже выйдет вверх а вот эти винтики трогать не надо потому что это винтики вот они лишь я смотрю как я вижу не смотрю в камеру как вам видно вот эти винтики не трогать ладно давайте попробуем раскрутить что из этого выйдет я не знаю здесь с этой стороны хотя бы наверное снять с одной стороны который больше всего мешает вот это там где хаб и 3 и usb 30 дальше посмотрим поломаем ну так что теперь уже поломаем значит всегда одно и то же работало все хорошо нет волков по лес называется так ладно винтик 1 давайте куда-то его буду складывать винтик 2 сейчас кто-то говорит вот нехер тебе делать вот она же работает какого мамы ты туда лезешь вот такая натура у меня что я могу сделать лезется мне поломал 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 да здесь такой прижимной шлейфик так и здесь по идее наверх должна пойти ой пошла ой опять поломал все поломал теперь не забыть бы где что было это если смотреть вот так вот этому don't open но имеется ввиду don't open не крышка кстати а вот эта вот фигня там никакого газа нету все это фильм я насвистел первый раз когда делал обзор то это слева слева то и слева что внутри вот какие-то электронщики пускай смотрит я в этом ничего не соображаю так вентилятор все ближе и ближе но не вижу повода как это не выпить нет и так не снимешь придется разбирать все ну разобрю разберем правда не знаю что здесь будет а все я понял она будет выниматься тоже вот так вот на нас только надо будет когда вставлять очень аккуратно попасть но наше мужское дело от рождения до смерти всегда попадать правильно поэтому раскручиваем не боимся если такой винтик я потеряю я думаю что я найду у меня есть такие вы очень внимательно раскручиваете потому что если потеряете такой метизик будут стоить дороже больше чем весят по логике вещей по логике вещей оно должно идти вот сюда вот я угадал собственно все поломали всю камеру ничего в ней сложного но вот так пересвет идет по моему ну ладно так вот собственно вентилятор хотелось бы теперь помнить и знать вот сюда от штекель направо так но он 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 ху 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 так есть тут еще 4 винтика не те которые показал который нет не откручивать вот эти а вот эти вот 1 2 3 4 И чтобы не перепутать ничего, я здесь помечу, как шелудилый пёс, карандашиком напишу, вот это шлейф, и я тут напишу буковку Ш, по-русски шлейф, то есть эту сторону будем цеплять к шлейфу, где вот шлейф, вот шлейф, пум-пум-пум. И по идее тогда весь вентилятор у нас останется в руках, тогда мы с той стороны сможем эти пипки, ну вот эти вот, они кстати в комплекте положены для этого нового вентилятора, по идее, все это оно конечно, ну пообрезать их как-то, чтобы оно потом прошло еще, и закрепить вот этот вентилятор. По размеру они одинаковые. Так, откручиваем крепление самого вентилятора, радиатор останется на камере. А они тут кстати, эти винтики вообще не прикручены были, так что хорошо, что я полез. Заодно подзажимаем хорошо. Так, это кладем отдельно, они практически, большинство взаимозаменяемых, они вообще не зажаты тут, вообще, от слова сообсим. То есть, представляете себе, какая была бы трагедия, отпал бы вентилятор, шучу. Но, зажать получше можно, потому что, все, что крутится и вибрирует, должно быть надежно закреплено на технике. Я первый раз снимаю от АДА, я не выключаю камеру. Я думаю, что большинство не сможет смотреть столько, такое занудство. Не забывая смотреть в камеру, что вы там видите. А, естественно, я стою боком к камере. Это ужасно неудобно. Ну, что не сделаешь. Так, вот я нарисовал слово шлейф. Надеюсь, оно не сотрется. Естественно, оно стерлось, потому что я руками своими полез сюда. Так, все. Собственно, вентилятор готов к извлечению. И теперь мы смотрим, а, собственно, что ставят. Тауптеки. Сейчас я все-таки подожму чуть-чуть выдержку диафрагмы. Вот так вот. Ставят они санон. Санон, в принципе, хорошая компания. Ну, скажем, из бюджетного сегмента, это одна из лучших санон. У меня даже на Кеноне когда-то стоял санон. Ну, редко его достать можно у нас на наших просторах. Так что, в принципе, ну, он такой, скажем, предел его стоимости от 3 до 5 долларов. Ну, для покупателя, а для производителя, понятно, что он там копейки, центы стоит. Но это на подшипниках. В принципе, если у вас все окей, то можно, ну, скажем, не суетиться. Вопрос только один тут есть, такой нюанс. Подойдут ли по диаметру эти штуки? Ну, как это, заднюю передачу мы включать не будем. Реверс мы не будем включать. Уже померла так померла, как говорится. Поэтому откусываем наши все пептики. Ой, пептик откусил раз. Ой, фулюган, что делает, а? Ты посмотри на него. Да, все откусывает, все откусывает, все ломает. Новую камеру дали ему, а он взял. Все поломал, паразит. Ой, Волков, Волков, ну как же так? Ты же приличный человек. Ты даже институт с атомными станциями заканчивал. Как же ты дошел до такой жизни? Ну, он уже отсоединяется, я уже чувствую, что в руках остался, можно сказать. Ну, собственно, вот. Все, камера не полностью разобрана, но разобрана. Так, вытыкаем, вытыкаем. Ну, вытыкиваем остатки вот этого резинового жгута крепежного. И этот вентилятор идет у нас куда? Нет, не в то место, которое похоже на слово back. Где мне пишет с Клауди? Мне говорит, Google переводчик перевел. Ну, а теперь мы берем камеру и идем в задницу. А я говорю, а теперь давайте посмотрим на задницу камеры. Ну, ему перевели так. Так что, Google переводчик это извращенец. Нужен этот, как его, искусственный интеллект срочно. Ну, похоже, что да, мы все сделаем. Все будет хорошо у нас с вами. Так. Единственное, что мы не сделали с вами... Нет, ну, сделали, сделали, все нормально. Вот тут я, когда отметил вот эту букву КУШа, ну, CH-SH, шлейф по-русски, не знаю, как по-английски, то от шлейфа вентилятор стоял со штекером направо, чтобы новый закрепить. Ну, что второго шанса у нас тут с вами не будет. Ну, и теперь, как крепить новый. Да, но перед тем, как крепить новый, здесь надо кое-что сделать. Проблема Хьюстон у нас в том, что... Ну, кто отдали... Ну, трехпиновый, там у них нету меньше. И вот он должен стоять вот так вот. Пардон за мой шмаркание, потому что я продолжаю болеть и нахожусь в холодном помещении. То есть, вот его место, как надо ставить. Вот длина шлейфа. И у них есть в комплекте переходник с трех шлейфов на... Ну, с трехпинового на двухпиновый. Но это, получается, очень длинный шнур. Туда его куда-то заворачивать, запихивать не хочется. Поэтому придется разделать вот этот вот великолепный, красивый шнурок. И, скорее всего, что мы сделаем одну вещь с вами. Мы просто зверски откусим отсюда вот этот вот родной. Здесь зачистим и перепаяем по длине, чтобы он был точно таким же на этом вентиляторе, как на родном. Так, остановлюсь на моменте, ну, для совсем уже, как говорится, несведущих. Родной вентилятор у нас идет красный-черный провод, а здесь у нас тройной пин, поэтому идет красный, черный и желтый. На желтый мы забиваем, на него просто не обращаем внимания. Соответственно, подсоединяемся красный к красному, черный к черному, беря вот родной штекер. По нагрузке они все практически одинаковые по параметрам. Я вот так специально поставлю. Сейчас только, чтобы вверх ногами это не было. Сейчас. Вот, как-то так приближу. Как-то постараюсь, чтобы не бликовало. Хотя-то трудно. Вот так вот. Ну и стоп-кадр себе сделаете, увеличьте и посмотрите. Так, все. Да, и отрезать. Ну это я уж совсем для тех, кто первый раз в первый класс. Отрезать надо с запасом, понятно, родной. В смысле, тот, который мы будем менять. Чуть больше. А здесь тоже чуть больше. Чтобы у нас было место на задел и не приведи Господь на какие-то непредвиденные ситуации. Но отрезать под самый корень не нужно, потому что мало ли надо будет им воспользоваться. Поэтому я вот где-то вот здесь отрежу. И если там чуть-чуть подлиннее получается шнурок, чем как бы был, то не страшно. Там места достаточно, чтобы его аккуратненько там доделать. Главное, чтобы короче не получилось, чтобы, ну как это, не было потом ай-яй-яй. Все. Этого хватит, чтобы потом, если что, его заменить. В сторонку его положим. Ну вот. А здесь мы просто сейчас разделаем и разделаем здесь. Желтый мы просто спрячем какую-то термотрубку, усадку. Так. Думаю, что столько хватит. если он опс. Хорошо. Слава Богу, повезло. Это очень неприятные моменты, когда вместе с изоляцией уходит провод. Вот поэтому надо брать сюда чуть длиннее. Если вы думаете, что это было просто, то это было очень непросто. поэтому, не мая это по опыту или не мая это, или не имейте опыта в пайке тончайших проводочков, то лучше не лезть. Потому что может закончиться потом тем, что придется перепаивать провода на самом моторе. Это уже не смешно. Надо, чтобы либо был еще один человек, который будет держать с твердыми руками, ну, либо какие-то приспособления, которые помогут вам состыковаться. А так, в принципе, это возможно. Да, да, не скрою. Так, этот мы выключаем, этот мы выключаем. Тут изоляцию манюха, термоусадку, вернее. Вот, зафиксируем, потому что она и так очень-очень тут плотно у меня, буквально впритык. Ну, уже точно никуда не слезет. Все, теперь мы можем его ставить. Ну, то есть, собирать все. смешная камера, да? Вот, собственно, вся и камера. Самая ценная здесь. как, тут нету самого ценного и не ценного, там все цены, потому что оно все управляет друг дружкой. Ну, достаточно компактное изделие, технологичное, согласитесь. так, посмотришь, за что такие бабки, да? Скоро, думаю, что завтра, просто мне надо там кое-что подготовить, чтобы это было, ну, предмет на все, разговор, поговорим, почему, так, назову, рабочее название ролика, за почему я выбрал TaupTech. Окей, все. Ну, как собирать, вы все точно знаете. Вот, собственно, шлейф, соответственно, меточка стоит у меня, он будет вот так стоять, соответственно, от шлейфа мы сказали, оно должно идти вправо, вот так вот. Так что, вот так собираем, поэтому берем наши пипочки, сейчас будет такая засада, они не лезут, лезут, вся лезет, вон, куда денутся. Ну, и теперь, тянем, потянем, вытянуть не можем, до упора. Главное, чтоб не порвались. Опс, здесь обрежем. Ну, все, одно крепление есть. Вообще, правильнее крепить, наверное, так, одну закрепил, и следующую по диагонали, потому что, в случае, если оборвется, что-то уже, минимум, две по диагонали выдержит. там, особо и выдерживать нечем. Вот так вот, я говорил, что руками прижимать к площадке этой. Все, теперь обрезаем все. Обрезать, надеюсь, вы умеете. Не все, конечно. Так, надо тут смотреть, чтобы не под самый корешочек, ну так, чтобы конуса просто не выпадали обратно. Где-то так. Думаю, что не упрется в решетку. Вот так вот, аккуратненько. А здесь надо обрезать так, чтобы остались только площадочки. Это тоже не сложно. Вот наши площадочки, которые были у нас на том вентиляторе. Так, все. Теперь это все можно вставить. Закрутил чуть сильнее, чем были закручены. Они практически не были закручены. Теперь с этой всей истории. Вот штекер гнездо для штекера вентилятора. Сразу его можем одеть, соединить, чтобы потом пальцы не ломать свои, не лазить туда. Так, вот иди, как оно было. Как оно было, как оно было. Вот так оно было. Здесь по-другому не включишь. Там направляющая такой пазик. Все. Ну и теперь с этим легче собирать. Здесь из нюансов это вот такие вот защёлки, ну не защёлки, прижимы на корпусе. Вот они должны совпасть с местом, где оно должно прижиматься. А право-лево тоже не перепутаешь, потому что с одной стороны штекер на плате и понятно, что это вот так только ставится и никак по-другому. А со второй стороны сделано сделан под шлейф крепления гнездо. Поэтому оно соответственно сюда идёт. Вот и всё. Тут в принципе такая эдакая лего. Раз проверили, два проверили, три проверили, четыре проверили. Всё. Теперь это всё можно зажимать. Ну я начну со шлейфа. Потому что он имеет свои своё крепление. Там винты отличаются по размеру и даже по цвету. Видимо это сделано специально, чтобы мы не перепутали такие мастера как я. Камера безумно мне мешает конечно. так раз винтик есть. Да винтик надеюсь сейчас тоже будет. Конечно единственное что я тут не сделал правильно это то что надо было сначала проверить вентилятор который ставлю потому что может быть он вообще не рабочий. Но мы не ищем легких путей правда вот кстати светодиодики которые горят вот они видны раз два три четыре вот они здесь это что было надеюсь не какой-нибудь винтик или еще что-то может утвердочка так вот теперь ставим корпус с корпусом тут надо будет чувствую немножечко повозиться хотя сами вот эти гнезда они ну вот эти хабы они являются своего рода направляющими что-ли то есть как бы ну что вот потому что большое расстояние сильно и вот здесь пружинка начинает работать то есть заземление корпуса подпрыгивает но попасть в эти резьбовые отверстия не так будет думаю просто но придется повозиться вот они а проще зараза не бойтесь я сам испугался они должны сесть за подлецо за подлецо крышки тогда только закручивать можно нету по-хорошему здесь должны быть направляющие вдоль по-самому корпусе камеры для таких длинных винтов ну чтобы ты точно знал что ты попал сейчас это очень проблемно такое решение ну какое есть спасибо и за это как говорится вот где почему я сказал что вот все теперь она зацепилась ну и с другими будет попроще крест-накрест вот видите он сразу сел за подлецо этот болтик все камера собрана мы к ней не прикасались вы этого не видели все я сейчас делаю тот же стендик и проверяем достаем свой виброметр виброметр смешной он же у меня и диктофон так включаем запись экрана только не говорите что написалось все это время нет не писалось запись есть экран пошел хорошо так вызываем свою нину найну 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 кто назвал эту программу ниной издевательство степ я сегодня говорит работал с ниной в нине можно понять по-разному так здесь я включаю этот виброметр поставил все теперь я вас приглашаю поближе к этому всему приехали голова закружилась у вас или нет так ничего не останавливаем запись вот как оно есть так оно и есть ну показывает тех же 0.4 но я говорю что я конечно не знаю как эта программа но она работает вот если ее пальцами вот ну то есть создавать вибрации тук 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 вот она начинает рисовать только наверное как всегда пересвечено но вот так вот хотя бы сделаем думаю что будет лучше видно но то же самое что было шнурок микрофона постараюсь не дергать потому что это тоже вот чуть-чуть прикоснулся буквально она очень чувствительна вентилятор сейчас у нас выключен поэтому вот мы зашли закроем этот профиль так зайдем нашу вот знаете что меня тут смущает отвлекусь чуть-чуть есть тоуптек драйвер ну а мегон понятно есть рисинкэм а есть просто оском вот я выбирал и тоуптек и рисинкам ну вот рисинкам у меня загружен последний драйвер типа я не знаю честно говоря насколько это разница в этом ну давайте первый раз мы проверяли просто чистом тоуптеке теперь нажмем вот так пусть будет так включаем камеру вы там наверное не видите но там лампочка зажглась система так и у нас все то же самое давайте для начала включим вентилятор сейчас только я тут поправлю чтобы она у нас что-то показывала что ж такое да всесторонние предложили так сейчас успокоиться надеюсь а я руки уберу со стола потому что он реагирует даже на это вот на нажатие кнопочки так включаем вентилятор я вообще не слышу тут я слышал извините это рука это шнур он работает вообще да вентилятор еле-еле слышно сейчас поднесем микрофон но вибрации как нету не на этом вентиляторе как соответственно нет и на дефолтном значение те же 0 3 0 4 0 5 0 3 0 4 0 5 теперь давайте послушаем микрофон поднесем меня будет слышно хуже но я тут не главное для этого мы уберем наш гиптофон сюда и поднесем микрофон а потом я где-то на посте но когда буду обрабатывать попробую сравнить кладу микрофон на то же место чисто на слух вот просто на слух то дефолтный вентилятор работает громче это тиш ну вот мое субъективное восприятие всем спасибо за просмотр и он и так безумно будет длинный себя поздравляю с тем что я поменял эту камеру ну в смысле вентилятор в камере снял об этом кино удачи до новых встреч надеюсь скорых но пасарант